Мы находимся рядом со школой номер 9. Ее педагоги, ученики и даже их родители в этом году неоднократно становились героями наших сюжетов. В 2016 году школа номер 9 присоединилась к российскому движению школьников и стала таким образом первой и единственной площадкой в Копейске, на базе которой реализуются проекты этой организации. Родители учеников в октябре начали помогать инспекторам ГИБДД. По утрам и вечерам они дежурили на перекрестке перед школой, помогали ученикам младших классов переходить дорогу и следили за соблюдением правил дорожного движения. А в завершении года восьмиклассница Снежана Глазкова победила в городском конкурсе «Молодой лидер». Не забывают об активной общественной жизни ученики школы и перед праздниками. Так, буквально в преддверии Нового года их ждало еще одно интересное событие. 5 декабря кадеты вместе с педагогами присоединились к акции «Письма матерям героев». Ребята отправили теплые слова благодарности родителям героев России. Ответ на одно из писем пришел школьникам буквально за несколько дней до Нового года. Ответ пришел из города Снежинска от Новоселовой Любовь Ленишны. Ну, соответственно, это тоже благодарность ученикам, которые помнят, гордятся нашими героями. В девятой школе работает несколько общественных объединений. Это юнормейцы, туристы, поисковики и кадеты. Последние часто принимают участие в городских праздничных мероприятиях, например, в вахте памяти, посвященной Великой Победе. Мы узнали, чем этот год запомнился для учеников кадетских классов. В 2016 году очень много участвовали в различных соревнованиях и всегда занимали только призовые места. Спортивные соревнования «Зорница», письмо прадеду, на которых мы заняли первые места и много различных других соревнований, на которых мы участвовали. У нас в школе детские общественные объединения, они постоянно приходят в рамках не только школьного, но и городского какого-то масштаба. В основном это турист, лидер, поиск. И мы собираем различные материалы для того, чтобы передать наши знания каким-то будущим поколениям. В конце года в школе произошло еще одно важное событие. Ей исполнилось 85 лет. На 2017 год у коллектива одного из старейших учебных заведений города много планов. Мы продолжаем быть пилотной площадкой детско-юношеской организации «Российское движение школьников», поэтому будем работать по направлениям, предложенным этой организацией. Это информационно-медийное направление, военно-патриотическое, гражданская активность, это личностное развитие. Всей этой работой руководит ученический совет-лидер. Он будет, конечно, осуществлять деятельность по проверке, по контролю, так сказать, этих детских общественных объединений, готовить коллективные творческие дела и жить под своим девизом «Мы первые, мы лучшие, это наша судьба, мы дети твои, дорогая страна». Мы хотим поздравить вас с Новым годом, пожелать, чтобы следующий год был таким же насыщенным в плане активной жизни, чтобы ученики приносили только пятерки, слушались учителей, чтобы все было хорошо и с Новым годом. Мы вручаем вам кубок от НСИД-ТВ, надеемся на плодотворное сотрудничество в следующем году. Спасибо. Спасибо вам. И вот такой подарок еще. Спасибо. Ну и мы в ответ. С Новым годом! Большое спасибо за этот новогодний подарок. Мы поместим этот кубок или этот новогодний подарок в наш музей, да, Максим? И он займет достойное место среди экспонатов по экспозиции «История нашей школы». Спасибо.